Всем привет! Несколько раз уже мои знакомые просили приготовить меня лапшу по-китайски. Точнее рассказать, как это делаю. Но рассказать это одно, а показать совсем другое. Поэтому я старался не рассказывать, а сегодня удовлетворю эту просьбу и приготовлю такую лапшу. Надеюсь, она вам понравится. Китайцы отдыхают. Поехали! Для этой замечательной азиатской лапши мне понадобится... Я возьму говядину, мясо, которое жарится быстро. Вы можете взять курятину, индейку, то мясо, какое вам нравится, но которое быстро жарится. Имейте это в виду. Вы также можете взять свинину, на ваше усмотрение. Сама лапша. Значит, смотрите, здесь такой вариант. Если у вас... Читайте обязательно состав. Если лапша с яйцом, ее нужно отваривать. Если яйца как такового нет, то ее можно просто запаривать. Также я возьму цукини, черешковый сельдерей, соль, растительное масло, соевый соус, кунжутное масло, брокколи, сладкий перец, морковь, листья лайма и сладкий соус. Вы можете его приготовить сами. Рецепт я укажу внизу. Или можете купить его готовым. На ваше усмотрение. Шампиньоны. Если у вас есть шитаки, прекрасно. Если нет, ограничимся шампиньонами. Пророщенная фасоль. У меня есть немного черемши, поэтому я ее буду использовать. Или чеснок. На ваше усмотрение. Что у вас есть дома? Кинза и так называемый кетчап манис. Значит, смотрите. У меня есть кетчап медья и кетчап манис. Они по вкусу идентичны. То есть я разницы особой не замечаю. Количество всех взятых мной ингредиентов вы также найдете на моем канале под видео. Потому что все это я использовать не буду. Это будет слишком много. Значит, сразу лапшу я возьму буквально 250 грамм. У меня лапша без яйца. Я ее запариваю водой от 60 градусов Цельсия. И просто оставляю в сторону. И занимаюсь овощами и мясом. Ну вот, лапша моя запарилась. Запаривалась она примерно 15-20 минут. Я время не засекал. И теперь я ее отбрасываю на сито. При этом я ее не охлаждаю, не смазываю маслом, не солю, ничего не делаю. Просто отбрасываю на сито и все. И не более того. Значит, лапша у меня не рисовая. Рисовую я просто не люблю. Так, чтобы не затягивать видео, я уже немного подготовился. Я покажу просто основные моменты. Значит, мясо. Толщина примерно миллиметров 7. И потом нарезаю тоненькой соломкой. Так что мясо у меня готово. Мелко порезано. Значит, по цукини. Цукини разрезаем на 4 части по длине. Вырезаем серединку. И нарезаем его таким образом. Шампиньоны. Так как они у меня не крупные, просто разрезаем на 4 части. Брокколи. Маленькие розочки. Вот такого плана. Я их просто разрезал пополам. Все. Морковь. Очищаем морковь. Разрезаем ее на 2 части. И нарезаем вот таким образом. Сладкий перец очищаем и нарезаем небольшой, не крупной соломкой. Черешковый сельдерей. Я взял буквально 2 стебля. Овощи чисткой. Снимаем верхний слой. Хорошо промываем с внутренней стороны. И так же наискосок нарезаем. Чеснок, соответственно, просто очищаем от шелухи. Кориандр я уже порезал. И черемша у меня уже тоже готова. И перехожу к плите. Значит, касаемо... Значит, касаемо лапши. Я, как правило, ее делаю заранее. То есть, я запариваю ее заранее. И потом, через 4 часа, начинаю обжаривать. До этого момента она у меня просто-напросто, скажем так, естественно, обсыхает. Обжариваем нашу лапшу на сильном огне. Наша задача получить хорошую корочку. Поэтому я ее делаю заранее. Но так как у нас турбо-версия, поэтому работаем с турбо-версией. Лапшу можно сразу присолить. Не сильно. Так как мы будем добавлять еще соевый соус. Можно добавить сразу немного кунжутного масла. И обжариваем лапшу до золотистой корочки. Моя лапша уже приготовилась. Камера этого, наверное, не передаст, но она уже хрустящая. Мне этого достаточно. Я ее отбрасываю в чашку. И начинаю обжарку овощей. Начинать я буду с тех овощей, которые готовятся дольше всего. Начну с шампиньонов. Затем сразу добавлю сладкую паприку и морковь. У них время готовки одинаково. Немного кунжутного. И обжариваю шампиньоны. Шампиньоны присаливаю. Немного. Добавляю один листочек лайма. Перемешиваю и отбрасываю в себя. И далее все то же самое. Добавляю шампиньоны. Я решил добавить еще немного яйца. Я очищаю сковороду и обжариваю мясо. Ну и приступаем к обжарке мяса. Это мясо готовится очень быстро. Я его присаливаю. Так, мясо у меня готово. Я приступаю к сборке. Для этого мне понадобится сковорода немного глубже. Добавляю немного соевого соуса. И добавляю сладкого соуса кетчап манис. Сюда же отправляю кисло-сладкий соус. Если вам нравится, чтобы ваше блюдо было более острое, вы можете также добавить свежего чили. Натираем чеснок. Тщательно перемешиваем. Пробуем на соль. Если вам соли не хватает, вы можете всегда добавить соевого соуса. Для меня все в норме, поэтому я добавляю яйца, и мое блюдо готово. Ну вот, друзья, лапша, как у китайцев, у меня готова. Попробуйте это блюдо. Я ничуть не сомневаюсь, что она придется вам по вкусу. А я на этом все... А я на этом с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. И до новых встреч!